Музыка Черноситов Черноситов Музыка 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 Рыжий Попался Кусался Музыка Почему вы меня все время Роняли? Я плечо Ударю Я смотрю у него Вот здесь вообще Вольная борьба Видите, тут вся раскоряка Не очень круто походить ноги Когда я рву в кадык Похоже я все-таки прав оказался Когда он это делал, он захватывал кадык То есть, поэтому Собственно говоря, вот это вот давление Вот он ему пробрался и опять захватил кадык У него есть какие-то несколько Штучек уличных Которые естественно никакого отношения К трезисуания не имеют Ну вот именно в том Ну как бы в прямом отношении Опосредованно, да, вы можете использовать В любых направлениях Любые штучки-дрючки Уличные какие-то Маленькие, подленькие и так далее Но это не будет как бы в чистом виде стиль Приятно Так подожди, а в какой момент Как только до кадыка добрались Сразу рвут кадык Мы стараемся не падать А можно чуть помедленнее показать Как противодействие проходу в ноги Потому что я боюсь, что ничего не было Понятно Хорошо, там медленно Человек неожиданно сюда Вот видите, он хочет меня Он хочет меня захватить А я что туда Неважно как у него это руки Он у него руки Если я стою на месте Он может на меня, чтобы я падаю Но я двигаюсь Видно, я двигаюсь, он тоже двигается Это есть Санди Я посадил здесь, какой извините Я вас здесь контролировал, что он не смог продолжать Он уже не хочет А рука не хочет Ну и в этот раз он вообще похоже ему надавил на эти точки Вот это очень неприятная точка Ее обычно прихватывают Это все есть в Акизюцу Фукидо Очень знакомая В том числе и захват за кадык Когда проходит к противнику, хватает его за вратник Разворачивает Все, хана Да, рви, не хочу То есть Все, что он использует Это все Ну, короче, это не Тайзесуа Все, что он показывает И он это может называть Тайхэ дао Да, микс из этих всех техник Но Я не вижу системы Понимаете Я вижу полную бессистемщину В этом во всем Смесь всех направлений Миксование Вот это Причем оно какое-то совершенно бессистемное Хочешь добавки? Конечно Еще Карате Кэмпо Тэйквондо Пьяный стиль Я знаю кунь-фу Посмотрим То есть Мне лично не очень нравится Ну вот Опять же Немножко нечестно Использовать Допустим Ты показываешь Тэйзесуань как боевое искусство Техника Тайзесуани Техника Тайзесуани Для самозащиты Кстати говоря Боевое искусство Это вообще не для самозащиты Это совсем другое Это более высший уровень Ну вот Это то, что он должен был показывать Тогда, наверное, цыгун Еще что-то Какие-то техники Тайзесуани Вот эти вот непосредственно Тао Демонстрировать Да, но мне кажется Он не очень это умеет Мне кажется Он более спортсмен Посмотрите На это лютое исполнение Формы Тэйзесуани Стиля Чей Сыск Тайзесуан Тема 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 Тайп Тема Тема Или тот же Борис Васильев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это... Вырвать меня с этого может и не вырвет, но сблевнуть точно сблевну. Скорее всего, он изучал вольную борьбу в Китае. Или что там, как они называют эту технику у себя в Китае. То есть, не смотрите, что он маленький и худенький, и что обычно все вольники, они типа Янеца такие здоровые. Потому что все-таки они, учтите, они китайцы. Они по строению сильно отличаются. И в большинстве своем многие из них действительно очень худенькие. Так же, как вьетнамцы. Как был остановлен проход в ноги? Давлением в кадык. Если влетать в ноги, прям, ну, это борьба уже начнется. Если прям влетать в ноги на полную скорость, то... Это не сработает. Это сработает в меньшем количестве случаев, и на кадык будет надавить намного сложнее. Да, потому что он медленно и двигается, и дает возможность именно показывать тому, что он может делать. То есть, он использует какую-то уличную именно технику. То есть, эти все вещи, они относятся больше к нажатиям на точки, они относятся больше к каким-то болевым. Ну, а опять же кадык. Например, если вы начнете заниматься боксом, то есть, встанете друг с другом, замотаете руки себе, вместо перчаток замотаете себе бинтами, и первым ударом нанесете удар в кадык. Никого бокса уже не будет. То есть, по сути дела, он делает то же самое практически. То есть, насколько это честно, такое боксировать, мне не кажется это совсем честным. То есть, именно тут он пресекает, да, он достигает своей цели, но в итоге получаем вот такую фигню. Ну, а это, конечно, рабочая штука, когда седай в кадык. Снимите нам золотую середину. С одной стороны, чтобы было быстро, чтобы вы не говорили, что вы медленно только показываете, а с другой стороны, чтобы Яниса не убили. В принципе, для меня приоритетно, чтобы просто красивое шоу было. Красивое шоу. То есть, в принципе, можно пожертвовать Янису, врать красивое шоу. Ну, тогда я заранее, я не буду колено к лицу. Ну, колено к лицу. Казал Масвидаль уже, этого шоу мы видели. Да, не надо. Можно быстро меня обнять, а я что-то делаю. Мне ебали по голове, просто сзади, по затылку. Чем? Рукой. Ты думал, вы меня все время роняли. Ты-то зачем? Я плечо ударил. Он его по затылку огрел. Ну, я не знаю. То есть, по сути дела, Янису ставит ситуацию подыгрывания этому Хон Тайчена. Видишь, как я... Он хочет Аякс, как настроишь. Вот, уже тема, опять вернулась. Вернулась, да. Я просто обещаю, как я настроюсь. Я еще раз медленно, так не больно. Потому что настрой... Он пытался уйти по-борцовски, провести туда. Заметили руку, да? Это чисто борцовские вещи. Такие никто и не делает, ни в каком ушу. В традиционных техниках такие вещи не делают. Это борцовская. Он понял, что он не осиливает нифига, что он хлипкий для этого дела. И он перешел опять на свой самый уличный кадык. Он уже меня фиксировал, как рычаг, очень большой. А у меня очень хорошая тема. Понимаете? Очень хорошая. Так а разве вот в этой стадии... Разве в этой стадии, когда он уже на колене, тут бывает такая пауза? Мне кажется... Зато шея самая слабая. Я думаю, дело не в шее, дело в точках сюда. То есть давление под пальцами. Сейчас я не буду шея. Еще второй вариант. Смотри. Голову и бедро. И на голову бедро. Видишь? Чувствуешь? Чем? И на, я не буду шея, только на голову. Ну, ребята, короче, если хотите, чтобы вас обучили уличной борьбе, то Хуан Тайчен для вас просто в любое время покажет боевой тайвецувань. Как он его представляет. Так, ну, мне интересно. Там я видел, что должен быть в клещатых штанах. Это кто у нас? Буза или кто-то еще в этом духе. Теперь на этой базе. Это как первый этап. Теперь на этой базе, смотри. О, мне мешай. И чуть-чуть мешай. Мешай. Извини. Нормально. Да, вот, уже не. Мешай. Они уже, видно? Нет, понятно. Они со временем. Ай, ёп. Ой, извини. Что-то с плечом, что ли? Мне кажется, что эксперимент заставить на людей, как бы, не самая лучшая идея. Потом будете лечиться долго. То, что он делает, да, показывает. То самое, что когда один делает медленно, да, а второй ему, бам, проходит удар. Бам. То есть, это как бы ничего. Это опять же та же самая обманка. Когда ставят человека в заведомо невыгодное положение, когда он ждет чего-то там. То есть, чего ждать-то, собственно говоря. А второй, он не ждет ничего. То есть, ему не будет атаки. Он показывает. И он может это сделать в любой момент. То же самое, что Женя мог бы продемонстрировать. Да, и сделать бы любой первый же удар. И дергался бы уже тогда этот тайчейн. Человек должен пройти минимально. Что бы минимально. Сейчас мы без усилия, без скорости. Минимально должен как-то так начать. О, удар. О, это самое. Это если не может пройти. Если это не умеете делать. А говорить о самобороне, это шутка. Это смешно. Просто каждый день так, как показал. Это не работа. Они должны от этого и шаг за шагом, и шаг за шагом. И потом, потом, потом время. Ну, я хочу объяснить. В принципе, здесь я согласен. Я сейчас говорю о том, что самоборона просто как самобороны не работает. Именно вы начинаете заниматься шаг за шагом, осваивая техники. И вот то, что он показал. Минимальное блокирование. То есть, вы начинаете работать от этих самоблокирований, а дальше развиваетесь. То есть, я в принципе с ним здесь согласен. То есть, то же самое. То есть, когда вы просто начинаете чувствовать первые вот эти вот атаки, направление, смещение направлений. Ну вот. И от этого уже дальше у вас идет вся самооборона. То есть, я в своем понимании делю стадии самообороны, да. Как бы пассивная самооборона и активная самооборона. И вот пассивная самооборона, это первое, что должно быть, да. Когда вы просто отворачиваетесь, да, от ударов, да, прикрываясь, допустим, тем же самым плечом, рукой, да. Не давая возможности вас просто пробить. Ударить в пах, ударить в колено, ударить рукой в голову, да. Это очень важно, да. Ну вот, чтобы не дать возможности именно пробить и вас вырубить сразу. То есть, и вот иногда в этой пассивной обороне можно находиться достаточно долго. То есть, противник будет выматываться, нанося вам удары, бегая за вами. То есть, а вы будете просто бам-бам-бам-бам-бам-бам, да. Смещаться, перемещаться, сбрасывать его ноги, руки. То есть, ну, как бы это первая фаза, да. Вот с этого и стоит начинать самооборона. Два-три года, не 20 лет. В чем суть спаррингов? Два-три года, не 20 лет. Даже для тех людей, кто просто для самообороны занимается, только для себя. Вот в эти карате вы будете 20 лет оттачивать то мастерство, которое потом вам, как человек, Алексей его скажет, да ты недостаточно четко делаешь. Только для себя, кто не выступает. Спарринги дают возможность почувствовать себя, что будет с тобой, когда ты все-таки получишь удар. Можно их спросить. У нас постоянно попастье. Но у нас попастье не изначально, хоть и попастье, это за случайно. Невозможно бить друг друга, не попастье. Ну, то есть, спарринги все-таки проводятся? Если не спаррингом, никогда не научиться самообороны. А спарринги как выглядят? В какой экипировке? В каком обмундировании? Вы же не на голых руках деретесь там? Мы тоже перчатки. А, то есть, вот эта техника и в боксерских перчатках будет работать? Да, 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 боксерские. Почему боксеры? Чтобы и палец не травмировали. А так тогда же половина вот этого всего не будет работать? Вот особенно то, что мы понимаем. Это зависит от уровня. А мне одинаковые. Да? Ну, конечно. А парные, ну, по два хотя бы. Ничего не могу сказать. Здесь очень похоже на технику, которую пробивают сейчас. Очень любят эти чеченские. Чеченский бокс, блин. Когда пробивают сверху, да. Когда пролетает, типа того, что потом сверху закрывает рукой. Ну, вот он немножечко только вперед, да, пропихивает туда. Только что у меня нападает один-два. Один, два. Я его просто не трогаю. Я вот тоже один такой был. Я его на бочку с порохом посадил. Пусть ай, полетай. Люди обычно хотят убрать. Правильно? А я, видно? Я туда пошел. Тайдзючен, это. Вот, боковой удар, да. Люди обычно туда можно, вариант. А у меня второй вариант. Такое понимание. Принцип, именно тайдзючен, именно мимо. А как мимо? Это уже зависит от уровня. А если твоя атака, ты начинаешь как? Вот удар на твои этих. Дать. Давай, о. У нас тоже показать тело туда. Через, не рукой бить, а через тело туда. Да, я говорил, кунг-фу в моей системе. Тайдзючен только часть. Окей, да. Поэтому кунг-фу, это тайдзючен. Я использую моменты от тайдзючен, мимо. Помогать, пройти. Это особенность. Еще другие техники. Очень разные техники. Ну, короче, это не трезисовань. Это микс-файт. Опять, еще раз, он подтверждает это. Из разных направлений. Там он использует, типа того, что вот эти вот проходы, да, переводы, так называемые, да. Когда человек, там, наносит удар, он, в общем-то, блокирует, пытается его провести. Ой, я, честно говоря, не рассматриваю это как эффективный вариант, да, попытку провести именно боковой, круговой, да. Но вот, особенно вот внутренней рукой, да. Мне как-то кажется, что это будет, ну, сложновато. И плюс еще толку будет мало. Слишком большой путь, да, прежде чем ты перейдешь на контратаку. То есть, поэтому я сторонник именно блокирования наружной рукой. То есть, наружной и перевод ей. Тогда ты уже в контратаке, да. Вот в тот момент, когда ты захватил руку, ты уже в контратаке. То есть, в общем-то, техники-то знакомые. Вот. И, по всей видимости, они действительно имеют какое-то отношение к традициону, потому что это тоже самое встречается в такие подобные техники. Это хапкидо, айкидзюцу. То есть, я думаю, что это родственные все-таки стили. Тейзэцуань, айкидзюцу, хапкидо. Ну, тут спорить не стоит, да, что хапкидо это родственные айкидзюцу. Но Тейзэцуань, айкидзюцу это родственные в стиле. Вот. Ну, в итоге. Что в итоге? Достаточно опытный уличный боец, так скажем, да. То есть, именно по части... То есть, воспитывался, скорее всего, в какой-то более-менее нормальной школе, в которой ему преподавали какие-то техники, и они там набалотыкались, в общем-то, вот этим вот штукам, да, за горло. Ну, вот. Более-менее знает, понимает, как используется Сависуань. Ну, вот. Более-менее знает, как используются другие стили. Ну, вот. Знает современные направления, типа вольной борьбы, что-то ближе к ММА, да, кикбоксинг. Ну, вот. Поэтому, в общем-то, вот эти все накладочки, да, ну, вот это боксерские накладочки, именно вниз, да, тыкать. Ну, вот. Блокирование. Это есть, конечно, и китайские стили такие, вот отбивания именно, да, по рукам, когда пьют. Бам-бам-бам-бам. Ну, вот. Но не знаю, насколько это всё осмысленно, особенно если человек не пытается вас схватить, да, расслабленными руками. Или там, когда пытается пробить один раз. Не, нифига, то есть, когда ты ему бьёшь по этой руке, да. Но вот, речь идёт всё-таки о том, что человек может бам-бам-бам-басрвать, потом нанести удар, да, ты просто не успеешь таким блоком. И это проблема каратэ. И он эту проблему сейчас притаскивает в своё тайхэ дау-даем. Вот. Ну, конечно, это не чехарёк наш сумасшедший, да, но близок к тому. То есть, практически то, что он показывает, вот эти все вещи, да, ну вот. Хотя они идут именно из школы, да, это не высосано из пальца непонятно какого, да. То есть, это какая-то школа, возможно, действительно ближе всего это к какой-то птичьей школе, да, но непонятно какой. То есть, очень похоже на этого, да. Стиль журавля, по-моему, да. Ну да, белый журавль, и я думаю, не удивлюсь, белый журавль в изначальном будет очень похож на это. Ну, как итог, я, в общем-то, уже сказал своё мнение на этот счёт, да. То есть, мне лично не нравится. Потому что там никакого боевого искусства нет, однозначно, да. То есть, там есть просто какие-то штучки-дрючки применения обычных стилей, направлений, миксованные, да, не очень, так скажем, талантливым человеком, да. Если честно, видео мне не понравилось. Мне не понравилось видео тем, что часто очень давали возможность именно Хуану Тайчену работать так, как он хочет, да, как он хочет продемонстрировать, как бы подстраиваясь под него. То есть, ни Янис не нападал толком, ни вот второй клетчатые штаны не нападал толком, да. То есть, по сути дела, Янису надо было просто подойти, попробовать, да, подлезть под него и швырнуть его через себя, да, допустим. Успел бы он, да, я думаю, нет. Ну, вот. Насчёт бокса, да, опять же, вот эти вот размашистые движения давали возможность нормально блокировать, да, этому Хуану Тайчену. Ну, вот. Если бы работал бы нормальный боксёр, да, с собранный, то я думаю, что им было гораздо сложнее, если бы вообще он бы не получил бы в челюсть. Вот. Ну, на этом мне хочется вот этот период, ну, этот кусочек закончить с Хуаном Тайченом. Пишите свои комментарии, подписывайтесь, не забывайте на канал, стрим-канал и зарегистрируйтесь на сайте Russian Hub Kido EU, чтобы видеть мои новые видео. И также для того, чтобы помогать нашему каналу, есть группа на Boosty. Там можно поддержать канал с всего лишь суммой 50 рублей. Ну, вот. И иметь возможность на доступ к закрытые разделы. Вот. И видеть видео первыми. Всё. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи. Пока. Я считаю, что любой стиль хороший, только мы должны дойти до этого уровня. Перейдя, смотреть, думать, делать, так и не успеть. Вот. Тоже в разную сторону. Тогда вы делаете форму, у вас уже не будет такое пустое. Просто так. Махать, да? Просто вверх и вниз. И просто. Тогда это совсем другой принцип. Нам нужно, нам нужно жесткость в теле. Почему я выбрал 24 со своим принципом? Делать для обучения. Потому что там везде почти они в разные стороны. Это очень хорошо. Видно? Вверх и вниз. Правильно. Вот.